Ну, в принципе, вот это вот затягивание войны становится базовым сценарием, что в этом году она не будет уже никакого перемирия, что мы заходим вот на трек, как минимум, до следующей весны, да, и, ну, собственно говоря, это начинается, как бы, ну, не начинается, а уже идет игра на такое, как бы, вот, на истощение, да. Ну, але, насправді, якщо подивитися на российскую экономику, технологию, ну, технологичные все структури, то, насправді, це ж не про те, що там з 9 до 12 облюкова ставка в один день збільшується, що там долар, там, 100 рублей и так далее. Это означает, что у них есть серьезный макроэкономический дисбаланс. Они его пока что научились отбивать и минимизировать ручником, но цей ручник, он тоже виснаживается. И чем дальше, тем гирче. Багато кто из российских элит, он жахом дивится на то, что после президентских выборов, а там подивимось, как они будут готовиться и пройдуть, там, конечно, гроши все одно будут раздавать, но что потом, дальше будут закручивать гайки, або, соответственно, идти дальше до китайцев. Китайцы же не дурные, они тоже расставляют гачки, чтобы создать точки неповерненä. Поэтому эта история для России непроста, и когда говорят, что Путин готов ожидать до американских выборов, и ждать на Трампа, который придет все разрулить, и у Путина наступает момент счастья, я, на самом деле, до этого ставлюсь очень скептично.